Документы освещают лишь историю строительства, причем скупо и неравномерно, старых планов и карт, отображающих объекты системы. Немного от, собственно, Петровского периода ни одного нет картографического объекта, связанного с каналом. Но понять, что представляли собой первые Петровские каналы, найти и интерпретировать их материальные остатки, причем не только видимые, но и скрытые в земле, задача при всей трудности ее решения чрезвычайно привлекательная. Вот сейчас я перехожу к рассказу о результатах тех исследований, которые были проведены в последний год. Но предварительно хочу обратить внимание на то, что остатки сооружений Ивановского канала – это, помимо всего прочего, ценный исторический, археологический, культурный, природный памятник. Что я забыл? Ну, еще памятник историко-технический можно добавить сюда. Как ученого, меня, естественно, волнует прежде всего Ивановский канал как некий комплексный исторический источник. Из него можно извлечь много чего. Не обязательно физически каких-то артефактов, но много извлечь информации. Но было бы абсолютно неправильно сводить такие объекты к чистой информационной их значимости. Ивановский канал – это часть рукотворного ландшафта. Ландшафта, сформировавшегося трудом тысяч людей вот уже более 300 лет назад. Он – часть нынешнего облика верховья Великой Русской реки. Он по-своему красив, и с ним связаны определенные растительные сообщества. Безусловно, следует искать пути сохранения для будущих поколений хотя бы отдельных его элементов. Другими словами, изучая остатки канала, мы неизбежно соприкасаемся с проблематикой охраны памятников истории и культуры. Наша научная работа – это еще работа по поиску пути обеспечения их охраной. Следующий вопрос. Что же далее? Проведенные в последние годы исследования Валерийского канала. Можно говорить о двух основных направлениях этих исследований. Об архивных исследованиях и полевых. Два слова об архивных. Они охватили на сегодняшний день немного, всего пять архивов в городах Москве, Петербурге, Туле. Нет смысла делать обзор их результатов. Некоторые находки. Большой интерес представляют столбцы разрядного приказа, отразившие историю строительства в начале его периода 1701-1703 годы. Там очень много подробностей, которых мы и не предполагали, не прочитайте документы. Документы 1720-40-х годов, рассказывающие о состоянии канала в период паузы в строительстве. А также документы, связанные с неоднократными обследованиями трассы канала. Когда возникала идея, а может быть его достроить, нужно было посмотреть, а что собственно достраивать, в каком состоянии то, что было когда-то построено, и собственно, что было построено. Удивляешься, подчас читая документы Сената, неоднократно направляющего кого-то на канал, из которых следует, что там вообще очень смутно представляют, когда это было, для чего это делалось и так далее. Ну, время идет, забывают. В документах как раз вот в первой группе разрядного приказа как раз обнаружено упомянутое мною свидетельство об интереснейшем объекте, царском дворце, стоявшем на берегу Иваносера. Найдено краткое его описание, весена каждая комната, даны ее размеры, и по ним удается проследить историю этого здания, по крайней мере, до середины XVIII века. Это, в общем, совершенно неожиданная и, безусловно, полезная информация, имеющая, я об этом позже скажу, и потенциально музейное приложение. Особый интерес представляют... Да, картографический материал. Перед вами план 1663 года, собственность, что важно, по результатам экспедиции, экспедиционного осмотра шлюзов. Вот в начале Екатеринского времени посылалась группа специалистов, их возглавлял Петербургской академией наук профессор Ловец. И вот они создали вот такой план обобщенный Ивановской водной системы, и подробные экспликации на этом плане дают нам, ну, очень такую вкусную информацию. Там есть расстояние между шлюзами, там сказано, в каком состоянии каждый шлюз находится, сказано, в даче какого села или какого помещика он находится. Но, к сожалению, многолетняя работа с этим источником показала, что много делалось и, собственно, картографами, и тем, кто описывал его, что называется от фонаря. Я сейчас даже не знаю, где они бывали реально и где они не бывали. Ошибок тут немерено. Тем не менее, несмотря на наличие ошибок, тут много и позитивной информации, ценной информации. Просто нельзя доверять в данном случае, ни одному документу нельзя доверять на 100%. На это и существует так называемая историческая критика. Нужно разбираться, насколько этот документ, насколько мы ему можем доверять. Идем дальше. Вот еще один замечательный совершенно план, его только в прошлом году удалось обнаружить и использовать. Это план специального межевания Бобриковской и Спасской области. Когда отдали будущему Бобринскому вот эту территорию, было решено отмежевать эти казенные земли от всех остальных земель. Вот в течение трех лет их межевали и создали этот план. Посмотрите, в каком состоянии находятся документы, с которыми приходится работать. Но здесь, к счастью, во-первых, сам документ значительно более точен. Во-вторых, ну почти все из того, что нам интересно в нем, вот все те участки, которые нам нужны, они сохранились. На нем изображено 9 шлез, изображены они вот так, без комментариев, вот две планочки такие в русле. И написано вдоль прямого, вот этой параллельных двух прямых, написано «Копанный канал». Но все может быть посажено на местность, хотя ошибки тут тоже имеются. Еще один комплекс интересных материалов – это так называемые «проектированные шлюзы». То те проекты шлюзов, которые должны были строить при Александре, но причем там показаны и предыдущие постройки на этом месте, но, к сожалению, мы не имеем информации, были ли реализованы эти проекты, и всякий раз думают, что это фантазия или это то, на что нужно с ландшафтом соотносить. В общем, выявленный материал дает обильную пищу для размышлений, помогает пониманию полевых наблюдений. Значит, и в 2003 году, с 2009 года, как я уже сказал, продолжающаяся непрерывная экспедиционная выезда на объект, работа ежегодно одной, иногда двумя группами. Постоянно работает сухопутная группа. Я, Андрей Николаевич, ее ядро. Но иногда этим ядром оно и исчерпывается. По мере необходимости к ней подключается также группа «Водная». Это с права наулов, слева доктор исторических наук с нитком из нашего института исторического знания и техники. Вот еще эта же группа, правда, это не «Дон», кусочки непрерывные, но те же наши исследования. Изучались оба Донской и Шацкие участки системы, но основное внимание было уделено участку Донскому. Он был осмотрен на всем его протяжении, от Шацкого водохранилища до деревни Гаи, где находился последний шлюз. Более или менее подробно были обследованы все места, в которых нужно было ожидать обнаружить следы шлюзов. Кстати, тут надо иметь в виду, что вообще нужно не просто, ну, допустим, 100 километров обследовать. Если трасса имеет длину 100 километров, значит, надо пройти 200 километров, потому что нужен и правый берег, и левый. Это перейти с одного на другой можно в самом верху, а дальше уже это река, к тому же еще и грязная, поэтому никак не хочется вплавь или по-другому. На нескольких участках, в том числе и у села Монастырщина, была проведена также тахеометрическая съемка. Это тот этап, когда мы уже дальше уже археологии, геофизика и археологии. Работы позволили сделать ряд наблюдений и заключений, в том числе следующие. Наиболее заметный элемент ландшафта, указывающий на трассу канала, это дамбы. С одной или двух сторон окружающие искусственное русло. Вот здесь видна хорошо ее тучка, правильно осветила, с правой стороны дамбы, ну, а поверьте, там выемка идет, и опять еще вторая дамба параллельно идет. То есть канал тек между ними, должен был течь. Почему сейчас на что-то другой вопрос. На дамском участке вот такие дамбы тянутся от Ивана озера до Епифания. По визуальной оценке на сегодняшний день где-то процентов 20-30 трассы обвалопано. Это много. Я не исключаю, что эта цифра даже изменится в лучшую сторону. Но это не идет ни в какое противоречие с утверждением, что практически на начальном участке все в искусственном русле. Если искусственное русло, значит и земля-то уходила на эти самые дамбы. Откуда брались дамбы? Из русла искусственного. Нет, просто не на всех участках эти валы сохранились, эти дамбы. Валы имеют сходные размеры и форму. Расстояние между ними тоже одинаковое, порядка 18 метров. Состояние большинства хорошее, хотя их высота и профиль за прошедшие 300 лет, разумеется, изменились. На некоторых участках дамбы распаханы. Это произошло, в частности, ниже шлюза 3. Так. Да, вот ниже шлюза. Посмотрите. Там видны на среднем плане начало валов. В левой части и вот там, где второй куст, еще один вал начинается. Это проверенные валы, которые пойдут туда, в горизонт. А где стоит фотограф? Фотограф стоит на ровном поле. Вот эти, при благоустройстве этой территории, эти валы просто уничтожили. Ну, когда это произошло, сказать, трудно, потому что на подробных планах советского времени, там, на десятитысячном, допустим, они есть. Они есть. То есть, геодезисты их сняли, пометили на своих планах, а после этого их распахали. Поскольку они, естественно, на какой охране не стояли, да и на сегодняшний день тоже не стояли. Кстати, вот эти номера, не обращайте на них внимания. Это, ну, мы понимаем место положения, а вам в данном случае эти подробности не нужны. В других местах по трассе канала мы наблюдаем, как это разрушается сегодня. Вот это снято было в 2014 году. Вот идет вал, и его уже съеден кусок. Видно, как с помощью современной техники добывался земля. Это именно добыча земли. Как когда-то разбирали шлюзы, так сейчас срезают валы. В годы своей юности мне пришлось обследовать вместе с археологами остатки Баташовского завода на окраине Тула. Это на краю Октябрьского поселка. И мы там наблюдали, как заводской плотинный вал, местные жители на огороды тоже подъедали. Это как бы здравый смысл говорит им, что никем не нужны, никем не охраняемы, с хорошей землей. Почему не использовать? Легко забрать, легко разрушить. Ну и вот видим такие картинки. Я думаю, что на сегодняшний день картина значительно более серьезная. Между тем, вот этот шлюз номер 6, один из самых интересных и перспективных. Здесь можно было весь комплекс законсервировать и показывать его туристам. Далее. Сейчас можно уверенно утверждать, что до наивоверховья, приблизительно до устья, право своего притока речки Бобрик, течет полностью по искусственному русу. Это вот верховья. Вот еще один кусочек. Но это пониже, это уже ниже Бобрика, но все равно красиво, да? Ниже участки, ниже Бобрика, то есть ниже Бобрик горы, ниже чередуются участки искусственного и естественного русла. На участках, где предполагалось использование естественного русла, все равно выявляются следы каких-то работ, направленных на два рода операции там проводились. Это спрямление русел, я скажу чуть позже об этом. И второе, это на локальное дополнение старых русел, дублирующими искусственными участками, на которых мог строиться шлюз. Вот, посмотрите, такая неправильная линия с правой стороны, это нынешнее русло Дона, а две параллельных линии валов, это как раз между ними шло дублирующее русло, на котором находился когда-то шлюз. Характерный элемент русла на трассе канала, это наличие его спрямлений. Таких немало. Очень выразительно такое спрямление выглядит, например, у населенного пункта Новый. Однако, ну, видно, да, вот линия Дона, он делал петлю, ну, меандрировал, как гидрологи говорят, а взяли, перекопали, насыпали вал, и все теперь течет по прямой. Ну, утилитарная целесообразность этого абсолютно понятна. Конечно, какой бы ни был корабль, ему вот такие выписывать восьмерки очень неудобно, и тут небольшой участок, его легко было перекопать, такие вещи делались. Хотя в целом здесь используется естественное русло Дона. Но не во всех случаях, когда мы наблюдаем спрямления, мы можем уверенно говорить, что они искусственные. Известно, что долины рек могут развиваться таким образом, что изгиб меандра отшнуровывается от главного русла естественным путем, за счет боковой эрозии подмойру высокого берега, река сама прогрызает в нем стягивающие перехваты. Ну, вот здесь наличие валов ясно говорит, что это искусственное спрямление. Далее, в верхней части канала, вблизи Иван-Озера, шлюзы стоят близко, на расстоянии километр, ну, полтора-друг от друга. Ниже они стоялись реже, расстояние между последними двумя превышает 10 километров. Объяснить это можно несколькими причинами. На верхних и нижних участках трассы разные гидрологические условия. В самом начале Дон – это ручеек, а Куликово поле – к Неприадве, а тем более за Неприадвой. Это уже такая приличная речка. Там уже вопрос не стоит, можно ли по ней плыть. Конечно, можно. Далее, тоже объективная причина – на разных участках различен уклон местности. Но эти объективные причины, тем не менее, не единственные, чем можно объяснить то, что на нижних участках так и редхи вот эти шлюзы. Отнюдь не исключено, что план в целом шлюзостроения, он завершен не был. Они продвигались, мы это совершенно точно знаем, от Иванозера. А дальше вполне возможно, что они строили опорные какие-то шлюзы, а дальше должны были между ними строить что-то еще. Но теперь уже это выяснить невозможно. Большинство шлюзов на участках, где они по данным письменных и картографических источников 18-19 веков, когда-то находились, на местности обнаружить нам не удалось. Но это вполне ведь согласуется со сведениями других источников о том, что во второй половине 19 века это были сплошные каменоломни. Что искать-то? Искать шлюзы нечего, можно искать места шлюзов. И если мы говорим о находке шлюза, то подразумевается прежде всего именно это. То есть, другими словами, шлюзы превращаются из-за этих работ в археологические памятники. Ну, приятные исключения, вот сейчас несколько покажу. Но нигде стенки мы не нашли шлюзовые на это. Пока можно только надеяться в ходе археологических работ. Но, тем не менее, вот выявленный буквально в прошлом году помог вот как раз план этой бобриковской волости найти этот шлюз. Мы его как-то благополучно обходили все время. Он по всей конфигурации валов, по характеру дна, это, конечно, место шлюза. Но в чем он отличается? Здесь не только вот этот ландшафт. Тут вот еще что. Это блоки тёстного камня, числом не менее десятка, не вывезенные артельщиками после извлечения их из кладки. Кстати, можно предположить, почему не вывезены. Во-первых, они не очень велики все-таки. Это скорее обломки, потому что блоки там были покрупнее. Крупное вывезено. А второе определяется самой системой работы этих артелей. Крестьянские общества, на землях которых находились шлюзы, отдавали их на разработку артелям каменщиков на три года за определенную сумму. Они три года работали, а дальше как уже всё? Арендный срок истекал. Может быть, у них какие-то были внутренние причины, бригада уменьшалась в какое-то время, ещё там что-то мешало им разработкой заниматься. Могли быть и объективные причины. Пара дождливых лет, когда там ничем воду не откачаешь из этих ям, и вся работа остановилась. В общем, здесь не весь камень отвезли. Вы особенно обратите внимание на вот эти параллельные линии. Совершенно чёрт. То есть мы можем уверенно говорить, это шлюзовой камень. Это шлюзовой камень. Ещё в одном случае, в нескольких километрах, кстати, от предыдущего шлюза, на линии идущего вдоль правого берега дона сухого канала удалось выявить перепады рельефа, размеры и профиль которых позволили предположить, что мы имеем здесь разрушенный шлюз. Вот смотрите, справа две фотографии, не одинаковые. Отличаются они только тем, найдем четыре разницы, там стоят белые точки, которыми я отметил углы прямоугольника, который, собственно, и был шлюзом. Если мы опять вернёмся наверх, где этих точек нет, мы уже прочитаем довольно отчётливо вот этот прямоугольник. А вот теперь посмотрим, как это на местности. Волы расширяются. Лужа. В тот год была лужа, в прошлом году этой лужи здесь не было. Дальше. То же самое. Вот на верхней левой фотографии, дно шлюзовой камеры, видно хорошо ямы, которые остались как раз от разборки шлюзовых стен. Это специфическая черта того, что осталось вот... И вот ещё. Это сравнительно недалеко от места этой шлюзовой камеры. Мост пешеходный и его основание, опоры, его сложенные из шлюзового камня. Кроме шлюзов были обнаружены и другие объекты, в которых с определённым вероятелем можно увидеть остатки гидротехнических сооружений. Таковы. Выявленные на разных участках русля Дона деревянные конструкции, представляющие собой либо укрепление искусственного берега, либо какие-то элементы, связанные с состыковкой канала и шлюзовой камеры. Вот посмотрите. Дон, это как раз сильно испоганенный участок, там вода беленькая, высовываются, идущие вдоль русла, не поперёк, а вдоль, и на приличном расстоянии брёвна, сваи. Дальше, если мы посмотрим ещё на одну фотографию, хорошо получилось. Низ там увеличена, совершенно отчётливый ряж, бревенчатая коробка, которая набивалась глиной, камнями, хворостом, которая являлась основой для таких земляных сооружений. Ну, если мы посмотрим здесь план этого участка, то, в общем, будет понятно, что здесь подмыт правый берег. Там, кстати, на небольшой части сюда в слайде фотографии, там есть фотография, где прям высовывается бревно из берега, подмытое. Правый берег явно подмыт, а вот эта линейка брёвен вдоль русла, это остатки укреплений самого вала. То есть там, где сейчас течёт дон, когда-то было подножие вала, а дон, соответственно, был правее, ушёл с того места, где сейчас левый берег. Здесь сместилось русло. А вот ещё одна очень хорошая фотография. Вот здесь в двух шагах перекат и тоже остатки тёсаного камня. Ну, тёсаного не берусь сказать, но точно с прямоугольными краями, гранями прямыми. Вот, и группа брёвен, которые могут... То есть они каким-то образом связаны с этой шлюзовой камерой. Это ещё надо разбираться с камерой. Существование и тех, и других укреплений из дерева упоминается в источниках Петровского времени. Также интересно, явно, вот ещё один тип объекта. Он не описан в источниках. Сами её видели. Это искусственное... Искусственного происхождения расширения акватории при входе в канал, которое могло бы назначаться для судов, ожидавших проводки через шлюз. Сейчас попробую показать. Вот, смотрите, вот этот вал, вот здесь шёл другой параллельный вал. Один туда пошёл, вот другой. И вот этот другой вал, вот так поворачивает. Видите, вот это дубы? А вот это росло дома. То есть вот это территория, где могли находиться сюда ожидавшие проводки. Здравый смысл и сравнительный материал по аналогичным проектам того времени позволяют утверждать также, что по трассе Канала должны были существовать временные лагеря строителей. Шалаши-работнички, так они названы на вот этом кусочке плана из атласов Крюйса канала между Камышенко и Лоблей. Вот здесь два лагеря работничек. Вот один, он здесь назван острог работничек Шалашей. Острог, то есть он имеет укрепление. И вот здесь другой, без укрепления. Второй острог. Исследования уже сегодня позволяют предположительно связать одно из ранее обнаруженных поселений в районе монастырщины с вот таким лагерем. Это, конечно, предположение. В принципе, это рядовое селище, которое будет интересно или не будет интересно копать. Это как уж получится. Но можно ожидать, что такие лагеря могут иметь специфический набор предметов для них свойственных. Дело в том, что когда вызывали работников из уездов, крестьян вызывали, то там, кроме того, что они должны были быть с лошадьми и подводами, там указывалось, что у них должно было быть. Кстати говоря, у каждого обязательно должно было быть крючок рыболовный, потому что вообще кормить здесь никто не собирался. Я не представляю, как они тут жили. Поэтому и побеги были в таком огромном количестве. Ну вот, если удастся найти такие временные лагеря работных людей, это будет совершенно новая разновидность археологических памятников, которые входят в комплекс объектов Ивановской водной системы. На ряде участков чтения искусственного ландшафта затруднено в связи с тем, что на них в более позднее время существовали мельницы. Мельниц даже на верхнем дону было много. От самой верхней на нем до Устиньи Приадвы они стояли одна от другой в среднем на расстоянии 7 километров. Наиболее значительные располагались в районе, если кто-то знает, там уж вместо этого района сел Лупишки, Лютерич, Козлова, Муправлянка. Они были очень разные, со стационарной и разборной плотинами, со сложной системой прудов-накопителей. А могли быть на небольшом деривационном канальчике отводном, от основного русла, который только слегка подпруживался. Особый интерес, который представляют мельницы, вернее, то, что от них осталось, обусловлен, как уже говорилось, тем, что их строители старались максимально использовать петровское наследство. Если у них уже был вал, была какая-то плотина, пусть полуразрушенная, но она была, а им нужно было строить плотину, то они предпочитали не насыпать новую, а использовать, если место подходит старую. Они использовали и дамбы, использовали выемки. Убедительно объяснить характер местности без сбора и анализа данных об этих мельницах подчас невозможно. Вот посмотрите, тут надо комментируют, да? Вот здесь село Козлова будет, а вот там Екифаник. Это участок дона у села Козлова. Вот видите, отсюда начинается абсолютно прямой, как стрела канала. Ранее дон шел по другому руслу. Оно очень хорошо читается в нижней его части, там, где он вернется к существующему дону, в конце канала. А вот здесь мы его не видим. Вот оно вот пошло, вот здесь мы его не видим. По всей видимости, оно вот здесь пересыпано. Вот так шло. Это один вариант, вариант, когда мельница садится на постройки канала. А вот другой вариант, когда новые каналы строятся с учетом мельниц в Александровской евре. И вот это, кстати, образец прожектированного плана. Вот нижний план, это один из прожектированных планов Александровской эпохи. Там видны и бывшие мельницы. Вот я чисто с фотошопом снял новые постройки. И вот вверху осталось то, что здесь было. Вот верхний рисунок, это одна мельница. Теперь решают в этом месте строить шлюз. Его накладывают на то место, где была мельница. Тем более, что мельница уже не сохранится. Если здесь корабли ходят, то здесь уже мельницам делать нечего. Это абсолютно альтернативные способы использования территории. И вот мы видим собственно шлюз, шлюзовая камера, она на берегу находится. А вот перемычка, плотина мельничная, она сохраняется и в результате получается в основном русле две сдерживающих перемычки. Вот учитывая важность мельниц в контексте нашей истории, было проведено специальное обследование всех мест на Донском участке канала, где когда-то существовали, а теперь уже не существуют мельницы. Ну, я не знаю, увидите ли вы здесь. Вот там в центральной части снимка вертикальные сваи стоят, это постройки. Я вот жалею, мы за несколько лет до этой фотографии видели, там не удалось хорошо сфотографировать, но тогда постройка была значительно более внятной. Ну, вот сейчас только столбы. выяснилось, вот при этом обследовании, что некоторые из них существовали и действовали даже в послевоенное время. Старики их помнят, с большим одушевлением о них рассказывают и показывают на местности, где что было и куда что текло, по каким каналам. Сделанные наблюдения позволяют выйти на некоторые обобщающие выводы. сегодня мы уже имеем варианты ответа на вопрос, на что следует ориентироваться в поисках мест шлюзов, где их искать, в русле реки или на берегу. Один, кстати, из вариантов, вот все, что я вам показывал, это шлюзы на берегу, то есть Дон ушел, он не потек по искусственному каналу, он ушел в сторону. А в ряде случаев шлюзы, несомненно, под нынешним руслом. И всякий раз нам важно узнать, где же, собственно, было это место. Я помню, как начинались эти работы. Единственное, что можно было тогда предположительно связать с каналом, это валы вдоль русла дома. Но на трассе ведь много и других валов, и выемок, естественно, они или искусственные, если последние, какое имели назначение. Вот все это было тогда совершенно непонятно. Сейчас ситуация совершенно иная. Накопился визуальный опыт, который во многих, хотя, конечно, не во всех случаях, позволяет либо выделить данный объект для дальнейшего, более тщательного, изучения, либо сразу отместить его как не имеющие отношения к тому, что мы изучаем. Вот этот опыт особенно важен в сложных случаях. К числу таких относится, например, определение места шлюза у села Монастырщина. Получить точное и надежное решение этой задачи было бы особенно интересно музею по причине близости предполагаемого места к музейным объектам. Но решить ее трудно. Правобережная пойменная терраса в этом районе за счет речных отложений сильно сглажена. Вот вы видите, какие там выписывают загоголенные русла. Сейчас этих загоголенных нет. И найти, где проходило старое русло сейчас, где были старицы, где были вот эти небольшие озерца пойменные, которые тоже следами являются старец. Их крайне-крайне трудно. Там менее полуметра перепады высот. Но вот в силу там ряда соображений где-то на них останавливается, не исключаем, что построенный здесь шлюз ставился на искусственно создаваемом перехвате, по которому как раз сейчас идет русло реки. Так что для проверки этой гипотезы придется разве что становиться на время подводными археологами. Как вот все эти работы и результаты связаны с Куликовым полем, территорией и музеем? Сохранилось предание, что во время одного из проездов на канал царь посетил Куликово поле.